Радостно прожигала свою жизнь, с понедельника по пятницу работая в офисе и с вечера пятницы до утра понедельника тусуясь в Москве. Было всегда очень легко объяснить, где ты работаешь. Можно было просто показать на экран и сказать «вот». Это была иллюзия, что я бы успевала и в налоговую, и в магазин, потому что в Португалии всё очень медленно. Мы завели кошку, я завела мужа, муж завёл собаку. По большому счёту всё складывалось так, что это должна была быть самая лёгкая и приятная эмиграция эвэ. Но это было не так. Всем привет! Меня зовут Александра. Я UX-дизайнер. Живу в Англии уже год, но мой опыт эмиграции больше семи лет. И это моя история переезда. Переезжать мы начали, когда мне было 15 лет. Я родилась в Уфе, и до 9-го класса, до 10-го класса мы жили в столице Башкирии. Но в 15 лет мама решила переехать в Петербург, где к тому моменту уже жили наши родственники. И так я оказалась в северной столице. Я закончила там школу, поступила учиться, но со второго курса университета я сбежала в Москву, потому что поняла, что программировать я, наверное, не буду никогда, а поступила я как раз-таки на информационные системы. Но мой приятель по университету показал мне 3D Studio Max, и я всерьез увлеклась моделированием. Я изучала Photoshop, и все это было безумно интересно. И в Москве я пошла работать в компанию, которая занималась производством мебели для баров и ресторанов. И я была таким менеджером на все руки, то есть я ездила на встречи с клиентами. Я делала предварительные замеры, проектировала внешний вид барных стоек, рисовала их в 3D Max, прошла небольшие курсы по архикаду. И вот таким вот образом проработала в Москве почти год. И потом ушла из этой компании в совершенно непонятное для меня свободное плавание. Было непонятно, чем мне заниматься, потому что мне на тот момент было 20 лет. Была бурная общественная социальная жизнь в Москве, и было совершенно непонятно, куда двигаться. Поэтому я устроилась секретарем и радостно прожигала свою жизнь, с понедельника по пятницу работая в офисе, и с вечера пятницы до утра понедельника тусуясь в Москве. Совершенно случайным образом мы познакомились с директором службы дизайна компании НТВ. И мне предложили попробоваться показать им свое портфолио, может быть, я бы им подошла на какую-то позицию. Я помню прекрасно этот момент, когда я собрала все свои трехмерные барные стойки, какую-то небольшую анимацию, записала все это на DVD-диск и пришла в Останкино, чтобы встретиться с будущим начальником. Для этой встречи он оформил мне билеты на съемку новогоднего шоу. И это было забавно, потому что я оказалась в компании приблизительно похожих по возрасту ребят, но которые пришли туда совершенно с другой целью, они пришли сниматься в новогоднем выпуске. Я помню, это был Виторган-старший. Они пели песню «Главное, чтобы костюмчик сидел». Тогда я узнала, что такое телевидение, как вообще делаются эти прекрасные короткие ролики, когда три минуты полнейшей радости. На самом деле это было несколько часов, постоянных дублей, пересъемок. Я стояла в массовке, ненавидела этого Виторгана, этот костюмчик, потому что я отдала свой диск со своим портфолио, и я очень ждала вердикта. Я переживала, мне было не до вот этой всеобщей радости. Людей, которые попали первый раз в Останкино, святая святых, и присутствовали при вот таком вот мероприятии. Вот мой будущий уже начальник, я немножко проспойлерю, спустился ко мне после съемок, сказал, ну, я посмотрел твое портфолио, идем, я покажу, что мы делаем. И здесь он, конечно, схитрил очень сильно, я это поняла только несколько лет назад, потому что он мне показал шоу-рил НТВ-шного отдела дизайна. А на тот момент это был очень сильный отдел, я не знаю, как сейчас, но НТВ-дизайн гремел, он брал всевозможные награды в международных конкурсах, они сами переделывали дизайн целого телеканала. И он мне показал шоу-рил, а это сборник всего самого лучшего, включая заставку для ТЭФИ того года. Я посмотрела на это, сказала, ну, я примерно представляю, в каких программах это делается. Я понимаю, как это можно реализовать, но я совершенно ничего не знаю. Я вот знаю 3D Studio Max и немножечко After Effects, но чтобы делать такое, нет. На что он пожал плечами и сказал, ну, ничего, как бы, занимайся, трудись, может быть, в следующий раз. В принципе, я ни на что не рассчитывала, по большому счету, потому что я знала, что моего опыта недостаточно, но нужно было попробовать. Это было, мне кажется, в сентябре или октябре, и почти на год я об этом думать перестала. Летом следующего года, мне кажется, это был июль, мне позвонил этот же человек и сказал, ты знаешь, Александр, у нас, кажется, появилась вакансия. Зайди, я тебе сделаю пропуск, приезжай в Останкино, поговорим, обсудим. Ну, подумала, ну, кажется, вакансия. А я уже больше полутора лет сижу просто на ресепшене и варю кофе, и заполняю какие-то бумажки. Я поехала во второй раз, это был мой второй поход в Останкино. Но я приехала туда, и оказалось, что в тот момент открывался большой телеканал, на который оттянули огромное количество специалистов со всей Москвы, со всех федеральных каналов. и начали появляться вот такие вот странные вакансии. Этот рынок тогда был очень маленький на самом-то деле, потому что доступа к программам не было, тебе нужно было иметь конкретный хороший компьютер, тебе нужно было иметь задачи, а их на свободном рынке не было. То есть профессионалов тогда воспитывали внутри, или это были какие-то самородки, которые достаточно быстро трудоустраивались. В общем, они рискнули, позвали меня попробовать, показали мне, что они действительно делают, на каких программах, для чего это нужно, как это работает. И сказали буквально, вот если ты за пару недель здесь освоишься, это будет такой вот даже не испытательный срок, а что-то вроде стажировки. Давай попробуем, если у тебя получится, возьмем тебя в штат. Я взяла отпуск на текущей работе, предупредила начальника, что меня зовут на НТВ. На что он сказал, хорошо, попробуй, нам будет очень жалко, но я тебя с удовольствием отпускаю, да, бери отпуск, если не получится, вернешься обратно сюда. Ну и, конечно, эти две недели были для меня прям мощным таким стартом. Было невероятно интересно и невероятно сложно. Нужно было запомнить множество вещей, огромные цепочки последовательности, нужно было понимать, что для кого как готовить, в какой программе работать. И на тот момент основным инструментом был визард, это программа, которой не было на рынке в открытом доступе, она была по лицензии, то есть подготовиться заранее не было совершенно никакой возможности. Но у меня все получилось, меня взяли на работу, и на НТВ я проработала до 2011 года. В службе оперативной графики мы оформляли новостные выпуски. Это было в те времена, когда еще невозможно было получить картинку с любого места событий, просто вот с телефона. Когда что-то происходило, мы показывали карту, мы на нее налетали долго. Если, не дай бог, разбивался какой-то самолет, мы показывали, как летит этот самолет и как он падает, где он взорвался. Мы делали графику для программы «Растительная жизнь» Лобкова. Это все было интересно, это было очень необычно, и очень сильно тебя вдохновляло то, что ты делаешь, видит огромное количество людей. И было всегда очень легко объяснить, где ты работаешь. Можно было просто показать на экран и сказать, вот, вот это вот то, что мы делаем. И через несколько месяцев ко мне пришли с предложением перейти на работу на «Раштодей». Предложение было сильно выгодным, зарплата была в полтора, то и в два раза больше. И это был новый телеканал со студиями в центре города. Было безумно интересно, но я понимала, что меня зовут только потому, что вот эта вот НТВшная школа, потому что меня уже натаскали, меня уже научили. И это было бы очень по-свински в тот момент, сбежать просто туда, где тебе больше платят. Но было так интересно. И мы договорились, что я буду работать на полставки, но, по сути, каким-то образом мы все оформили. В общем, в 21 год я работала на двух телеканалах. На одном у меня был график 3 через 6, когда я приезжала на работу к 5 утра. А на «Раш» мы работали так называемой «катушкой», когда ты 4 дня работаешь в 7 утра, потом 4 дня отдыхаешь, 4 дня работаешь с 3 дня и 4 дня отдыхаешь. И следующие 4 дня ты работаешь в ночь с 11 вечера до 7 утра. И вот так вот совмещая непонятно как эти две работы, я прожила несколько лет, наверное, до момента, когда я забеременела. Я ушла раньше в декрет с НТВ, и я оставалась на «Раш Тодей» практически до последних недель, до декретных. И вот, наверное, в этот момент я перестала уже работать вот так вот на убой. Мы провели зиму в Таиланде, вернулись оттуда, и я вышла на «Раш Тодей», а с НТВ я в тот момент, по-моему, как раз-таки уволилась. И продолжала там работать, воспитывать ребёнка. Начала задумываться о том, куда дальше двигаться в жизни, делать карьеру, может быть, ещё детей, может быть, куда-то уезжать. Но какого-то сформированного намерения на тот момент не было, до тех пор, пока ребёнок не пошёл в сад. И я поняла, что вот оно, кажется, система затягивает тебя в свои жернова, и следующий этап – это поиск школы. Её надо выбрать в Москве, в огромной. Нужно прикладывать какие-то безумные усилия, чтобы ребёнка воспитывать, чтобы его образовывать. Я поняла, мамочке, какой ужас, как страшно. Вдруг у меня ничего не получится, нужно что-то делать, нужно куда-то бежать. И в тот момент я начала думать о том, чего же я хочу для своего ребёнка. Я поняла, что я хочу ей дать то, чего на тот момент мне не хватало. Ну, это такая обычная родительская история, когда нам кажется, что нам чего-то не додали, а уж мы-то точно додадим. Сформулировалась очень простая история, что хочется, чтобы она легко говорила на английском языке. У меня с ним никогда не связывались отношения. Мне хочется, чтобы для неё был открыт весь мир. Я поняла, что это то самое время, когда можно попробовать что-то изменить, можно попробовать куда-то убежать, куда-то переехать. Был позитивный опыт у знакомых, опыт переезда в Португалию. И начав узнавать, стало понятно, что это одна из немногих европейских стран, куда уехать довольно-таки легко, и где можно за небольшое время и небольшие деньги получить первую резиденцию. И до сих пор это так. В Португалию довольно-таки легко уехать. Это дружелюбная страна, очень открытая для эмигрантов. И сейчас там появились прекрасные программы для стартапов, программы для учёных и так далее. То есть если поинтересоваться, то можно найти. И это страна, в которой гражданство ты получаешь через 5 лет легального проживания. Это очень короткий срок, потому что, например, соседняя Испания просят 9 лет проживания. Солнце, океан, добрые люди, довольно-таки легко переехать. В общем, решение было принято довольно-таки быстро. Год ушёл на подготовку к этому переезду, на сбор документов, на подготовку к какой-то почвы, на то, чтобы уговорить папу Алису отпустить нас в Португалию. Мы на тот момент уже вместе не жили, но они очень тесно общались с дочерью, поэтому был такой важный момент. И в декабре 2012 года мы сели в самолёт и улетели в Португалию. Но надо сказать, что я немножечко подстраховалась, я снова пошла и по-честному сказала начальнику, что вот такая история. У меня есть билет туда, и есть билет обратно. Ровно через месяц. И если у меня ничего не получится, я вернусь. Но я вот сейчас хотела бы взять кучу-кучу отпусков неотгуленных, и вот я подпишу это заявление, я вот вам его оставлю, и если я не вернусь, вы туда впишите дату, и вот так я дистанционно уволюсь. Ну вот так вот мы договорились, и действительно, я знаю, мне ребята рассказывали, что они не начинали искать замену мне до того момента, пока вот мой самолёт обратный не приземлится без меня. И это было такое прям очень сильное ощущение, когда ты знаешь, что у тебя там за спиной что-то есть. Вот в тот момент было важно чувствовать, что у тебя снова есть куда вернуться, поэтому было не так страшно. А ещё я продала свою дорогущую машину, поэтому я рассчитывала, что мне хватит денег на пару лет. Но по уже житейской мудрости эмигрантской, наверное, всем надо знать, что если ты рассчитываешь на какое-то количество денег, на какое-то количество времени, тебе нужно сократить это ровно пополам, потому что на то количество, на которое ты рассчитывал, тебе точно не хватит, как бы ты не ужимался. И мы приехали в Португалию и начали свою жизнь там. Я, мой компьютер, моя дочка. Потом у нас появился кот. Мы оказались в Португалии, и первые два вопроса, которые вам задают знакомые, даже родственники, когда узнают, что вы собираетесь куда-то уезжать, это кому ты там нужен и что ты там будешь делать. По вопросу, кому ты там нужен, ответ был совершенно определенный, никому. А что ты там будешь делать, вот это был вопрос вопросов. И я, конечно, к этому готовилась. Я изучала, что происходит на рынке труда в Португалии именно в моей специальности, в дизайне. Я посмотрела на португальские телеканалы, поплакала и перестала рассматривать телевизион как место работы. И я поняла, что мое хобби и моя, скажем так, вторая работа, которая была у меня в Москве, это была детская семейная фотография, в принципе, может стать моим основным источником дохода. И на тот момент был огромнейший бум в России детской семейной фотографии. Он пришел к нам из-за рубежа, и я думала, что ага, вот как здорово, я же сейчас туда поеду, и там все уже это знают и любят. Но здесь произошла такая когнитивная ошибка, потому что я думала, что раз это пришло оттуда, значит, это всем там нужно. Но это оказалось совершенно не так, это не нужно в Португалии, и это оказалось не нужно англичанам, которые в Португалию приезжают, которые там живут. Детская фотография не пользовалась популярностью, семейные съемки были большой редкостью, я работала в основном для русских туристов, которые приезжали. Ну и, в общем-то, недолго думая, стало понятно, что свадебная фотография это мой ключ к успеху. И я начала снимать свадьбы, у меня был опыт московский, был довольно-таки небольшой, это было порядка 10 свадеб, но какое-никакое портфолио было, а потом мне несказанно повезло, у моей приятельницы замуж выходила подруга, и выходила замуж за португальца. И вот они ко мне пришли в марте, а я переехала в декабре предыдущего года, и это была моя первая свадьба в Португалии, и сразу такая невероятно красивая, и такая европейская, и такая веселая, и совершенно какая-то мне понятная, потому что была половина семьи русская. И вот с этой свадьбы, в принципе, все и началось, начали появляться местные заказчики, начали появляться клиенты, которые приезжали в Португалию, на юг Португалии делать свадьбы. И оказалось, что вот она та самая, ну, не золотая жила, но хотя бы то, на что можно опереться. Я продолжала заниматься дизайном, и уезжая из Москвы, буквально в последнюю неделю или две, я взяла очень насыщенный курс по печатной графике, по индизайну. Я прям помню очень хорошо, потому что это была школа, которая занималась вот таким направлением, и у них были курсы для иногородних, когда ты мог приехать, у тебя в 8 или 10 часов шли занятия с перерывом на обед, и ты мог оставаться там же, на территории школы, она занимала помещение, если я не ошибаюсь, санаторий, работников кино и телевидения или что-то такое, на юге Москвы. А я жила всегда на севере, и к тому моменту уже продала машину, поэтому я поняла, что в принципе, когда ты живешь на севере, а тебе нужно провести много времени на юге Москвы, ты вполне себе иногородний. Поэтому я взяла курс вместе с проживанием, и два уикенда подряд я провела просто в глубоком погружении в индизайн, и я его знала и до этого, но вот эти вот четыре дня меня прям очень хорошо нагрузили, поэтому я ехала в Португалию, уже имея фотографический опыт, имея опыт графики, моушн-графики, и имея какой-никакой опыт в печатке. В общем-то, на это был мой весь расчет, что я буду снимать, и я буду делать дизайн для местных бизнесов. Довольно-таки скоро оказалось, что местным бизнесам не особо нужны мои услуги как дизайнера, потому что им хватало напечатанного на листочке А4 меню, или это все делали в ближайшем принт-шопе, печатали, мастерили менюшки, визитки и так далее, и так далее. Свадьбы были моей основной деятельностью, но я никогда не оставляла дизайн, и в какой-то момент Фейсбук мне принес пост от Веры Почуевой, журнал «Ветер Магазин». Они искали дизайнера в помощь своему основному дизайнеру. Это был такой онлайн-магазин, это был первый журнал в России, который выпускался онлайн, он был о стиле жизни, он и сейчас является таким. Там собрались классные блогеры, которых я всегда читала, за которыми я следила, они публиковали там свои съемки, там были истории успеха. В общем, это была такая прекрасная московская тусовка, на которую всегда обращала внимание, и вот они придумали этот журнал. Я отправила Вере письмо, что я очень хочу с вами работать, у меня очень маленький опыт в печатном дизайне, но мне очень-очень хочется, и за несколько лет мы с ней сработались настолько, что продолжаем сейчас работать вместе, и этот онлайн-журнал превратился в печатный, сейчас готовится большая медиаплатформа, сам проект в Москве разросся до нескольких магазинов, ежегодных фестивалей, в общем, это большая такая движущая сила, к которой очень приятно быть причастной. Вот так я и жила в Португалии с ветром, с дочерью, с компьютером, с котом. Мы жили в Португалии на юге страны, это провинция Алгарф, очень популярная у англичан, вообще немножко странный разброс такой из Москвы, из просто центра движа, переехать в маленькую деревню, даже не в Лиссабон, но у меня были совершенно конкретные причины, мне казалось, что если уж и менять Москву, то на что-то большое, на Лондон или на Нью-Йорк, но к тому моменту я настолько устала от этого движа, от вечной гонки, от того, что ты просыпаешься и бежишь зарабатывать, бежишь достигать, а потом возвращаешься домой, ребенок уже спит, и вот это вот постоянное напряжение московское, очень хотелось от него куда-то спрятаться, и я подумала, что, наверное, это будет интересно, пожить немножечко в деревне на берегу океана, и в принципе, я не жалею об этом выборе, потому что это были прекрасные 6,5 лет, мой ребенок учился в замечательной, хоть и английской, но все-таки деревенской школе, там была абсолютно домашняя атмосфера, она начала говорить по-английски буквально через несколько месяцев после того, как пошла в первый класс, ее буквально забирали у меня с рук, уносили, как будто бы в детский сад она ходила, а не в школу, у нее появились там первые друзья, и после того, когда ты не видишь ребенка неделями, постоянно работая, приходя с утра, с ночной смены отсыпаясь, ребенок с няней, или он у папы, то здесь была совершенно другая ситуация, и, например, я ее в 3 часа забирала с учебы, мы шли на пляж, проводили там весь остаток дня, возвращались домой, ужинали, и с утра у нас тоже было достаточно времени, потому что не нужно было стоять в пробках, не нужно было куда-то нестись, я ее отвозила в школу, возвращалась работать, забирала ее опять же в 3 часа, и вот так вот был, такой вот прекрасный был день сурка, на самом-то деле, я практически никуда не выходила, занималась подготовкой к свадьбам, занималась промоушеном, периодически уезжала на эти самые свадьбы, но большую часть времени мы проводили с ней. Вообще, конечно, говорят, что опыт эмиграции с семьей и в одиночку это такой немножечко разный опыт, но поскольку моей дочерью была на тот момент всего 4 года, уехав, когда она была такая маленькая, я, по сути, осталась один на один сама с собой, и вот это был, наверное, такой самый большой урок эмиграции, что себя-то ты действительно забираешь с собой всегда, и вот эта вот встреча, когда почти в 30 лет я поняла, что от своих мыслей куда-то не убежишь, и у тебя нет возможности кому-нибудь позвонить и заболтать какие-то свои собственные проблемы чьими-то чужими, или просто пойти их где-то прогулять, не думать, не погружаться, это был очень серьезный опыт, и переехав в декабре, наверное, только к маю меня немножечко отпустило, скажем так, вот это вот знакомство с собой, которое далось мне, честно говоря, нелегко. И вторым моментом, конечно, была необходимость замедлиться. Не знаю, насколько это актуально, когда ты переезжаешь, например, из Москвы в Лондон, но когда ты переезжаешь из Москвы в португальскую деревню, ты понимаешь, что, во-первых, бежать некуда, незачем, но и ты не можешь не бежать. И как в сериале «Друзья», который я обожаю, там был момент, когда, по-моему, Росса уволили или отправили в отпуск, и ему пришлось привыкать заниматься ничего не деланием. И Джо ему рассказал, значит, запомни, одно дело в день. Они позвонили Чендеру, что-то там его разыграли, и говорят, все, это была среда, и развалились на диване. Вот я для себя выстроила такую же систему, что мой список дел я буду делать по одному делу в день. Сходила на почту, все, одно дело сделано, больше дел нет. Поработала сегодня, завтра не работаешь. Если нужно заехать в налоговую, в магазин и еще куда-то, то ты заезжаешь только в одно место. Потом, кстати говоря, оказалось, что это была иллюзия, что я бы успевала и в налоговую, и в магазин, потому что в Португалии все очень медленно. Есть такое предположение, что ты всегда себе находишь какие-то вызовы, которые отвечают запросам каким-то твоим внутренним. И вот эта необходимость, я не случайно, видимо, выбрала Португалию, несмотря на все логические ее плюсы. Это была страна, которая заставила меня притормозить. И она заставляла меня это делать на протяжении всей моей жизни там. Она учила меня принимать ситуацию, не ломиться в закрытые двери и понимать, что жизнь – это жизнь. Эвида, как говорят они. Ну, как бы, что тут поделаешь? Ну, вот так вот сложилось. И если сегодня не получается, то Амания де Манья обязательно получится завтра с утра. или они еще очень любят говорить с утра в понедельник, но не говорят, в какой понедельник. Это может быть понедельник через полгода. Но жди. Все будет хорошо, все само придет. Первые полтора года я училась так жить, потом я втянулась, и теперь я не хочу жить по-другому. Может быть, поэтому мы не поехали в Лондон, а поехали сюда, в Оксфордшир, в небольшой городочек. И здесь со своими навыками медленной жизни мне очень комфортно. Все время, что я смотрела истории переездов, я вела себя как та самая ворона, когда слышала, что мы учили английский в школе, я всегда любила или любила этот язык, я приехала в Англию первый раз, чтобы учить язык. я никогда не любила его учить. И у меня была какая-то установка еще из детства, что у меня не получится, у меня нет предрасположенности к языкам, и вообще это все не мое. Поэтому я смотрела эти видео и думала, ну, конечно, вы большие белые птицы, вы же знаете английский, вам так легко, а я вот бедная несчастная ворона. И я вот с этим, с этой установкой прекрасно себе жила в Португалии, практически не говоря на португальском языке и пользуюсь своим дурацким английским, но меня всегда понимали, и в принципе это вот огромный такой плюс Португалии, что их доброжелательность, она очень сильно помогает тебе, особенно в первое время, когда ты ничего не понимаешь, и тебе сложнее всего, ты чувствуешь какую-то, ну пусть не заботу, но хотя бы принятие тебя. По большому счету, учить португальский я начала за полгода, до того, как мы оттуда уехали, потому что пришло время подавать документы на гражданство, его нельзя получить, если у тебя нет определенного уровня языка. И вот тогда я прям начала учить, начала разговаривать активно, но вот за шесть с половиной лет я думаю, что в принципе я могла бы обойтись одним только английским языком. Что еще важно сказать про Португалию, там очень легко люди откликаются на какие-то твои проблемы, стараются помочь, иногда у них совершенно ничего не получается, но они очень искренне стараются. И когда я искала школу для Алисы, а надо сказать, что там на юге Португалии на тот момент было три или четыре интернациональных школ, поэтому выбор был, и я решила начать с самой маленькой, с самой дальней и двигаться вдоль побережья. Когда я пришла в эту школу, я им позвонила, мне назначили встречу, мы приехали вместе с Алисой, а в школе на тот момент уже училась смешанная семья, были детки с русской мамой и английским папой, и директор школы попросил эту маму прийти и немножечко мне помочь. Так я встретила Лену, с которой мы с тех пор довольно-таки неплохо дружим, и у меня забрали Алису буквально вот прямо с порога, сказали, ну пусть она здесь останется, вот она вроде с детьми уже играется, у нас здесь даже есть детки, которые понимают по-русски, и я как-то с очень легким сердцем оставила там ребенка и поехала с Леной пить кофе и смотреть квартиры, то есть что, что где-то что-то можно снять, мы заехали в одно кафе, в другое, погуляли по городу, я поняла, что здесь действительно можно жить, что вот здесь уже даже есть в принципе с кем общаться даже на русском языке, и когда мы вернулись в школу, мне уже принесли на бумажечке записанный номер телефона риэлтора, то есть настолько все откликнулись, настолько все к нам были доброжелательны, я позвонила по номеру, на следующий день мы назначили просмотр двух квартир, это был очень странный дом, дом, в который мы пришли, чтобы смотреть первую квартиру, постройки, наверное, годов 70-х, и видимо, архитектор что-то курил хорошо, потому что никакой логики в этом строении не было, это была огромная от трех до шести этажей махина, несколько уровней, квартиры все в несколько уровней, куча входов, выходов, на первом этаже был целый мир, там было несколько кафе, два магазина, кулинария, магазин хостоваров и даже рынок, и вот в этот муравейник мы поднялись на второй этаж, и я увидела вид из подъезда и поняла, что, о боже, кажется, я хочу жить в этом подъезде, потом нам показали квартиру довольно-таки подубитую, квартиру, которую сдавали сезонно, на лето туристам, там была очень старая мебель, как мы любим говорить, бабкина, но на втором этаже в спальне было окно, которое открывало наверное самый потрясающий вид, с которым я когда-либо жила, это был вид на прибрежный городок, гору, и за горы вставало солнце, и если иногда говорят, что когда переезжаешь в южную страну, потеряешь вот это ощущение смены времен года, я это ощущение не потеряла, потому что 6,5 лет я видела, как движется солнце, и как оно встает в зависимости от времени года с разных сторон, и у меня всегда была смена времен года, я всегда четко видела, как меняется погода, как меняется настроение, как меняется цвет океана, это обалденный опыт, и это огромный подарок от Португалии, вот помимо того, что она научила меня замедляться, она научила меня фокусироваться, и замечать каждый раз разное в каком-то одном и том же виде из окна, и это потрясающий опыт, за это я очень люблю конечно Португалию. Туристический регион, очень много работы, много людей летом, и довольно-таки тихо зимой. Каждый день после школы ты можешь с ребенком приходить на пляж, но если идет дождь, и это зима, то тебе практически некуда пойти. У тебя есть несколько музеев, у тебя есть несколько кафе, друзья, которым можно сходить в гости, но их небольшое количество, и собственно все. Ребенок растет, ему уже не хватает просто какого-то общения один на один, хочется ей показывать мир, хочется ее развлекать, а каждый выходной все равно куда-то не съездишь, даже в тот же самый Лиссабон, и это был конечно минус. И в принципе вот с ростом Алисы я начала задумываться о том, что нам нужно что-то менять, и на тот момент я уже встретила своего мужа, он появился тоже своими какими-то очень долгими путями в этой точке вселенной. Мы с ним встретились, и мы поняли, что надо куда-то двигаться, как бы ни была прекрасна Португалия, на пенсию нам пока еще рано. Кстати, это идеальное место для пенсии, если вы вдруг собираетесь, посмотрите в ту сторону, потому что у них есть всячески еще пенсионные программы по иммиграции. Но мы поняли, что 35 рановато для пенсии, что надо еще что-то попробовать. Муж решил, что он хочет вернуться в АйТи, я поняла, что хочу дальше развивать дизайн направления, мне поднадоели свадьбы, и они всегда надоедают к концу сезона, и я почему-то решила, что, наверное, надо с ними завязывать, и надо двигаться куда-то, где будет больше развития, где будет больше интереса, где будет что-то новое, какие-то новые вызовы, взвесив то, что я умею делать, то, что я хочу делать, и весь свой опыт, я поняла, что идеальным будет, конечно, юзер-экспириенс-дизайн, мне очень хотелось идти в ресерч, мне очень хотелось идти в аналитику, и мы придумали, что, наверное, мы поедем на север Португалии, в Порто, съездим, может быть, летом в Англию к родителям, я выбрала для себя небольшой курс в Сан-Мартинсе, чтобы немножечко свой синдром самозванца утихомирить, чтобы дать этому монстрику хоть какой-то дипломчик, потому что свое маркетинговое образование в России я бросила, когда уехала в Португалию, и вроде бы мы все очень складно придумали, и у Алисы уже должна была начинаться средняя школа, и я вроде бы успевала перевести ее в португальскую школу, чтобы она немножечко подтянула язык перед этим переходом, и уже даже я поглядывала дома для покупки, квартиры для покупки в Португалии, и где-то, наверное, в феврале 2019 года у нас сформировалась такая идея, что надо уезжать севернее, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, и в конце марта нас попросили съехать из этой прекрасной квартиры с потрясающим видом из окна, квартира, которая стала за это время настоящим домом, мы завели кошку, я завела мужа, муж завел собаку, мы жили такой большой семьей, в принципе, нам было понятно, что съезжать оттуда мы можем только в дом, а перегретый португальский рынок говорил нам, что, ну, хорошо дом, но это будет почти 2000 евро, а еще его надо зимой отапливать, а еще, а еще, а еще школа будет дорожать с каждым годом, потому что школа на английском языке это частная школа в Португалии. К порту на тот момент мы были не готовы, потому что я-то хотела туда ехать, уже поменяв специальность, и муж хотел вернуться, войти, ему нужно было нагнать десятилетний перерыв, и мы поняли, что, ну, вот сейчас мы точно не можем ехать в порту, но и оставаться на юге мы тоже не можем, и вот в таком вот состоянии непонятно куда двигаться, мы поехали в гости к родителям, они как раз-таки недавно продали свой дом в Лондоне и переехали под Оксфорд в небольшой городок Вудсток, и это был апрель 19-го года, на весенние каникулы мы приехали к ним, побыли здесь, погуляли по городу и подумали, «Хм, Англия, говорите?» Вот, и на тот момент мысли не было вообще переезжать в Юкей, муж уже здесь жил какое-то время, он отсюда уехал, идея переехать сюда не была какой-то новой, но она и не рассматривалась, в общем, как-то это все получилось довольно-таки довольно-таки органично на самом деле, и к тому моменту я уже подала документы на гражданство в Португалии, но поскольку у моего мужа европейское гражданство, в принципе, мне даже не нужно было дожидаться своего паспорта, и в конце июня 2019-го года мы закрыли двери своей квартиры португальской, муж уехал на машине с собакой и с нашими вещами в Англию, дочка полетела к папе в Москву, а я осталась в Португалии, на юге, снимать свадьбы, заканчивать какие-то свои дела с документами, и была в совершенно каком-то растрепанном состоянии, потому что то, как я планировала, не получилось, я не успела подготовиться, я не успела придумать себя в новом месте, и если к переезду в Португалию я готовилась год, то переезд в Англию у нас сложился за несколько месяцев, и да, мы ехали не в никуда, мы ехали в знакомую для мужа страну, у нас не было здесь вопросов с документами, как у меня были при эмиграции в Португалию, мы практически сразу устроили ребенка в школу, еще пока она сюда не приехала, мы первое время жили у родителей, то есть у нас не было необходимости искать жилье, и единственное, с чем я рассталась, покидая Португалию, это нашу кошку, ее приютили друзья, и несколько красивых тарелок, которые я оставила, потому что они уже просто не влезали. По большому счету все складывалось так, что это должна была быть самая легкая и приятная эмиграция эвы, но это было не так. Эти шесть с половиной лет в Португалии оказались невероятно важными, и очень здорово, что первая эмиграция была именно в такую страну, в такую дружелюбную, очень легкую для этого очень открытую, и я очень рада, что мы прожили именно в деревне, что моя дочь выросла рядом с океаном, но, наверное, самое главное, что дала мне Португалия, это она дала мне возможность посмотреть на себя в спокойной обстановке, когда мне не нужно было куда-то бежать, разобраться с тем, чего я хочу и чего я не хочу, наладить какие-то отношения с самой собой, наладить отношения с ребенком, которого я практически не видела за первые четыре года, не считая полутора лет декрета, а еще она дала очень четкое понимание, что мир открыт, и если ты хочешь, ты можешь попробовать все, а если не получится, то это не трагедия, это просто не получилось, и таких не получилось, в Португалии было, на самом деле, достаточно много, но как-то переживать их, проживать их, вот с позиции сегодняшнего дня, я вижу, что это было достаточно просто, и это было интересно, и это потрясающий опыт, я очень благодарна Португалии, и надеюсь, что скоро получу заветный паспорт с сардинками и вином на страничках, и буду с радостью туда ездить, и может быть, даже перееду туда на пенсии, но это не точно, потому что, как известно, загадывать бесполезно. Год назад мы переехали в Удсток, это в 20 минутах от Оксфорда, небольшой городочек с красивым парком и замком, такой небольшой местный Петергоф, только без фонтанов. Мы приехали в Англию, в которой мой муж и он жил какое-то время до этого, здесь жили его родители, у нас не было проблем здесь с первоначальным поиском жилья, не было проблем с языком практически, совершенно никаких не было проблем с документами, нужно было просто заявить о том, что мы сюда приехали, и, казалось бы, эта иммиграция будет, наверное, самой легкой на свете, потому что мы едем уже семьей, мы знаем, чего мы хотим, мы совершенно легко здесь устроимся, и все будет здорово, но, казалось, не так. Спасибо, что посмотрели эту часть, надеюсь, вам было интересно, и встретимся в следующей. Субтитры создавал DimaTorzok